Неожиданный Оскар, фантастическая сказка, форма воды, которая киноакадемия, вопреки всем прогнозам, присудила приз за лучший фильм года. Поэтому в Голливуде заговорили, неужели на экраны возвращается хэппи-энд. Дмитрий Анопченко об итогах этой церемонии. Они обнимаются и плачут от радости. Улыбаются искренне и растерянно, показывая журналистам свои статуэтки. А герой этой церемонии, похоже, сам до конца не верит в победу своей картины, причем сразу в четырех номинациях. Два Оскара лично у Гильермо Дель Торо. За лучшую режиссуру и лучший фильм «Форма воды». Меня переполняет чувство. Я очень счастлив. Команда, которая снимала этот фильм, со мной отмечена. Все актеры. Наши 13 номинаций. Я так счастлив. Растерянность Дель Торо можно понять. В кулуарах Оскаровской церемонии все предсказывали, что он получит приз как лучший режиссер. И столь же однозначно были уверены, главные номинации, лучший фильм, ему не видать. Выбрав «Форму воды», Академия нарушила свое же давнее неписанное правило – давать призы в основных номинациях лишь фильмам, в которых есть социальные месседжи. Но в этот раз, в этом году, все настолько устали от бесконечных американских политических дрязг, от конфликтов вокруг Трампа, от сексуальных скандалов, которые до основания потрясли сам Голливуд, что нуждались в хэппи-энде. И это вот подсознательное желание тишины, спокойствия и счастливого финала в своей собственной жизни и повлияло на результаты голосования. На родине Дель Торо в Мексике все тоже начитались прогнозов. И поэтому радовались как дети, когда Академия отступила от своих традиций. На автотрассах гудели машины, люди на улице массово вышли. В крупных торговых центрах сегодня с утра даже бесплатные концерты на радостях устроили. А в Голливуде теперь крепко задумались, не поломают ли фильм «Победитель» им планы. Ведь обладатель «Оскара» часто задает тренд. И на сей раз это может быть тренд на фильмы со счастливым финалом. Сейчас на экранах таких фильмов немного. На «Фабрике грез» считали, мол, зрители это не посмотрят. И итоги церемонии этого года подтверждают, пожалуй, самое главное голливудское правило, о котором мне многие здесь говорили. Нет никакого рецепта, как снять фильм, который получит «Оскар». Нет никакого сценария, который будет востребован, или сюжета, который будет модным. Фильм «Победитель» просто выстреливает и сам формирует моду на весь следующий год. Еще один важный вывод после этой церемонии. Сексуальный скандал, похоже, все-таки идет на спад. Многие ожидали, что актрисы оденутся в черное в знак солидарности с жертвами сексуального насилия. Но их платья на красной дорожке были роскошны. Многие предсказывали, что слова о Харви Вайнштейне и его жертвах будут звучать и звучать со сцены, из уст победителей. Но все ограничилось одним лишь вступительным монологом ведущего. Так что, похоже, Академия, добровольно принеся в жертву одного из самых влиятельных своих продюсеров, намерена все же поставить точку. В истории, о которой мир в последнее время говорил куда больше, чем, собственно, о кино. Из Лос-Анджелеса Дмитрий Анопченко, Сергей Коваль, Американское бюро телеканала Интер.